Привет! С вами Флэйр и я вот купил сегодня Игоря по акции с 30 процентной скидкой, вооружил его и сейчас буду выкатывать первый бой на Игоре. Так что бой можно назвать слово о полку Игоря. Так что бой можно назвать слово о полку Игоря. Будем надеяться трансляция у нас продолжится. Да, трансляция продолжается. Я выключил, чтобы звук вечно не дублировался. Вот такие ущербные у нее углы наводки горизонтальные. Просто срам и безобразие. С маскировкой здесь беда. С обзором здесь беда. Сведение долгое. Пушка здоровая. Ух. Пробитие 196. Это прям как на Т29 почти. И дамаг 440. Ух. Каждый снаряд уж вертится как люто как вертится. Прям практически как квас себя чувствую. Надо только подальше свалить. Куда-нибудь по район леса. И из леса посылать лучи радости. Как видите я не вожу здесь голдовые ББшки. Потому что они абсолютно идиотские. И бестолковые. Черт, они его сейчас уют. Углы склонения вообще как класса отсутствуют. Так, мелочевочку подвинул. Масса 60 тонн. Масса просто чудовищная. Блин, пока сведешься, пол боя пройдет. Сведение 2.9 плюс у меня здесь наводчик 75 процентов. Короче, жуть. Хочется плакать. Да что ж такое-то, а? Да. Еще ни одного выстрела не сделал. Просто некуда. Ну вот, сейчас убьют его. Бых. Кстати, снаряд летит что-то очень быстро. Снаряд реально очень быстро летит. Заряжается 13,5 секунд. Это с досылателем. Экипаж у меня здесь сидит в цифру 152. У него где-то примерно 170 или 180 процентов экипаж. Ну, в общем, один выстрел сделал. Сделал один килл. Ну, там, хелкоты всякие дезут. Очень милые ручки. Бой, конечно, странный немножко. Ну, вот всех убивают. Ну, вертится эта штука просто чума. Смотрите, насколько она легко вертится. Эта штука массой 60 тонн. А подвижность какую, я не знаю, как у кваса, если не лучше даже. Вылезай, 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 вылезай. Ха-ха-ха-ха. Шоколадно. Это просто шоколадно. Что она тут еще на меня хочет? Два выстрела, два фрага. Стреляем редко, но метко. Меткость, кстати, чумовая до такой здоровенной дуры. Просто чума. Ну, кто еще хочет комиссарского тела попробовать? О, что-то сзади какая-то медузга. Сейчас попробуем с ней. Черт, 72 хитпоинт какие-то. Вот три выстрела, три фрага. Очень даже. Для первого боя. Кстати, подвижность просто чумовая для Игоря. 60 тонн с чудовищной пушкой. Но сведение просто кошмарное. И углы наводки тоже просто чудовищно хреновые. Должны быть гораздо лучше. Собственно, все чуваки засели на верхушке. Можно, конечно, попробовать порашить. Но я, честно говоря, особо смысла в этом не вижу. Потому что меня тогда убьют. А это не то, что хотелось бы. Если меня уют, то мы еще и бы у него сольем. Поэтому нет. Постоим здесь. Торопиться не будем. О, 150 и вырежет. Отлично. Просто великолепно. Бдыж, бдыж, бдыж. Это уже коса смерти, друзья. Кто смотрит, это коса смерти 100%. Это 100% коса смерти. О, нулевый квас. Нулевый квас. Это плохо. И еще один квас. Если они по мне отстреляются вдвоем, то они меня положат за один шот. Конечно, не очень хорошо. Сейчас они полезут на этот. Сейчас они Кромвеля доберут. И попробуем. Так, сзади Хелкоп. Сзади, сзади Хелкоп. Я не тороплюсь. Отлично. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ай, класс. Ай-яй-яй, красиво. Шакласс вылезет. Слушайте, ну машина, конечно же, огорчатель, просто огорчатель. Так, нулевый класс уходит, поехали в атаку, ой, зря жахнул, ну да ладно, у меня очень даже такая адская пушка, при этом обзор у меня лучше, чем у Квасов, но экипаж у меня, конечно, здесь хреновенький, но посмотрите на динамику, очень даже приятно идёт, идёт очень даже приятно, сейчас никого-то будем убивать, первый бой на Игоря, чма, здесь, кстати, камуфляж за серебро, мне сейчас жалко золото тратить. Офигеть, броня не пробита, чёрт, они хотят меня. так, надо дожрать её. блин, ну оставьте югу. вот такие вот жадные дети. О, выдали 3 доп. пайка, дали 3 дня премиума, ну ничего, для первого боя на Игоре вполне себе, как видите, за полторы тысячи дамага дали только третий класс, а что у нас по деньгам? 42 тысячи, ух, в чём это, а, вон за акцию ещё добавили, и так было бы меньше, так было бы 34 тысячи чистыми. ну, кстати, не сказать, чтобы, конечно, супер фарм, но фарм имеет место быть, очень даже неплохо, так, ну, кстати, да, мне понравилось, так, кто тут меня приглашает, не знаю такого человека, ну, как первый бой на Игоре, ух, очень даже, доп. паёк, все дела, 3 дня премиума. Коса смерти очень приятная штука, ха-ха-ха-ха, вообще, чума. Давайте ещё немножечко на Игоре покатаемся, он стримчик выложил, правда придётся его обрабатывать, ах-ха-ха, убирать мутюки, но ничего страшного, мутюки это прикольно. Но мы их, конечно же, закрасим. Удачная пятница, вообще. Мне акция вот эта вот на день рождения понравилась, у меня голда быстро кончилась, купил только ещё 5 премтанков, так что у меня теперь в Аббангаре больше 20 и премор, и примерно 55 машин суммарно, может быть, 56. Так. Ну что ж, второй бой на Игоре. Встречный бой с восьмёрками. Но пробоя должно хватить всё равно. 198 ббшечками, это очень даже. Если вдруг не хватит, то он бесит фугасы, которые тоже могут так не кисло нападать. И ещё раз говорю, смысл вот в золотых ббшках никакого. Пробитие у них меньше, урон чуть-чуть, чуть-чуть больше. А стоят они в 4 раза дороже почти. Соответственно, нелогично ими пользоваться. Поэтому работаем только на ббшках и на фугах. Так. Будем пробовать оборонять горочку. Конечно, с заметностью у Игоря проблемы. Это такой жуткий дикий сарай. Но который при этом может доставлять прикольные такие моменты. Всё-таки коса смерти в первом бою. Это прикольно. То есть альфа, конечно, чудовищный. 5 фрагов и все по ваншоту. Соответственно, коса смерти с 5 жертвами. Это здорово. Баланс 58%. В принципе, конечно, не очень хорошо. То есть, как видите, пониженного уровня боёв здесь нет и в помине. И это, конечно же, не очень хорошо. Встану где-нибудь здесь. Игорь, кстати, здоровенный такая штука. Он очень здоровенный. Вот так встану. Вот кто-нибудь довылезет. Кто-нибудь если вылезет, то он огребёт. Очень так колоссально. Стоим ждём. Это всё-таки бой на АПТ. Ну всё, да, ничего так. Будем надеяться, что здесь кто-нибудь довылезет. Что-нибудь КВТ, например. Или ещё что-нибудь. Штат МОС. Пробоя должно хватить, в принципе, даже, наверное, на КТ, если его влезет в район командирской башенки запулить. И попасть. О! Яга 88. Ещё что-то непонятное, что-то мелкое. Так, во, во, во. Не уходи, мужик, не уходи. Обидно. Обидно. 400 метров. Но он-то меня точно не видел. Он там КВ-5 вылезает. Стоим, не торопимся. Смотрим, немножко КВ-5. И дёргается весь такой. Весь из себя. Да хватит дёргаться. Ха-ха-ха. Пробил ему в щёку башню. КВ-5 использовал свой любимый приём под названием Таран. Так, кажется, там никто застреляет. Не правил. Не правил он. Да, меня засекли. У меня здесь на экипаже хоть лампочка есть. Кто-то в горы светит. Пять минуты видит. Очень странно. Пчёлка-то вообще стоит в чёрте где. Так, мы вроде как бои выигрываем, но чё-то непонятно. Чё-то непонятно. Чё-то непонятно. Ха-ха. 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 Ест гораздо загонялось. Всё, да, блин? Тэ-ти-ти-ти. Ну, в этом бою, конечно, фана было немного. Ребята, сделал всего на всё два выстрела. О каком-то фане здесь речи не идёт. Яга-88, Т-34-2. Похоже, Т-34-2 меня, собственно, если идти. Так, мы стоим, ждём, что ещё делать. Для Раша как-то машина не очень подходит. Да и в целом, конечно же. Бой для данной машины не очень подходящий. Тут и восьмой уровень, и карта такая. И не совсем подходящий. Но в целом неплохо. Естественно, раньше. О! Карты. Карты, карты, карты. Чёрт. Я думал, он дальше поедет. Он меня, кстати, не должен видеть. Так, хрен, попадёшь. Нет, сейчас. Ну иди дальше, КТ. Чё боишься? Всё. Победа. Победа, конечно, бестолковая абсолютно. Ну да ладно. Поедем дальше. Дур-дур-дур-дур-дур-дур-дур-дур. Мы на Игоре едем. Едем на Игоре. Прямо на южный берег. Загорать. Опять восьмёрки. Заметьте. Второй и третий бой это восьмёрки. То есть никакого льготного уровня боёв за десяток здесь нет. Так что сразу, если будете купать Игоря, то поймите простую вещь. Льготного уровня боёв для Игоря не существует. Он бросается к восьмёркам. Бросается к восьмёркам прямо с первого боя. Но у меня со второго. Карта не очень хорошо подходит для моего Игоря. Потому что резко не очень удачный. То есть если бы я стоял на том резко, там как-то всё-таки покомфортней за этой машиной. А здесь даже непонятно чем заниматься. То есть и атаку здесь не поддержишь. Потому что большая, слишком картонная машина. И в общем, честно говоря, даже не знаю чем ты будешь заниматься. Ну реально непонятно. Реально непонятно чем ты будешь заниматься на Игоря. Приятно, когда тебя узнают. Ещё приятнее, когда при этом не ругаются маслом. Как всегда у нас какой-то из флангов бросили. Наш капец почему-то спит. Этот фланг брошен. Ну, соответственно, будем оборонять. Надо оборонять этот фланг. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, нам нужна помощь здесь. Кстати, заметьте, насколько приятная штука под названием. А какого, извиняюсь за выражение, без урона прошло попадание? Блин, неужели вот этот наглый юнец уйдёт безнаказанным? Сейчас у меня СО-8 чувствует от работы. Ох! СО-8, молодец. Спасибо тебе СО-8. От лица меня, ну и от лица, соответственно, всех зрителей. А нашему Tiggo 2, конечно же, позор. Сидеть в топе не отреспится. Надо по-быстрому перезаряжать там компьютер или ещё там, что у него там не работает. И, соответственно, что-то делать. СС-71, конечно, порадовал. Было весело. Так. Ну и чего? Что у нас тут ещё? СС-32. Ой-ой-ой-ой. СС-32 это сжечь. СС-32, СС-3. СС-3 не видно. СС-32 сейчас прилетит. Это у него чугунная башка. Его чугунную башку ничем мне не пробить. А он на тут план сброшен. Наверное, будем болтаться возле базы. Больше-то особо делать 10 ночи. Кстати, непонятно, выиграем мы сегодня этот бой или не выиграем. Вот. Ну, посмотрим, как дела пойдут. Злы, конечно, отвратительные в игре. Очень отвратительные. Тихо-венно противные углы. Прототип, прототип, прототип. Никого не видно, никого не слышно. Не пробил. КВ-5 у нас. На базе у нас КВ-5. И еще там Т-32. О, замечательно. Это говорит о том, что мы сейчас огребем, огребем жутко и сильно. Стоюсь, вожусь. Надо ему погреме двигаться или толкать. меня ты 32 не пробил это чума замечательно приперся к вас и огорфил нас окей ладно я думаю для начала стрима хватит всем спасибо кто смотрел ставьте лайк подписывайтесь на наш